Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Момент истины». У нас в гостях Леонид Михайлович Романов, председатель общественного совета при ГУВД Московской области и Даниил Котовский, наш постоянный ведущий. И вот хотим о чем поговорить. Ну, вверх, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот общественный контроль. Как его все-таки наладить так, чтобы он работал? Потому что у меня сейчас ощущение такое, что он либо слабо работает, либо вообще не работает. У нас столько примеров, когда мы обращаемся веером в разные организации за элементарной помощью. Это касательно и производственной части, когда вместо нашей продукции выпускают контрафакт, меняют нашу продукцию на китайский контрафакт. Делай вид, что это произведено у нас. У нас есть масса примеров, когда людей обвиняют, сажают, держат в тюрьме, они находятся под судом. И совершенно очевидно, что они не виноваты. Вот как быть в этой ситуации? Вы знаете, надо бороться всем миром. Я так понимаю, что не только вы об этом говорите. Многие это знают. Многие понимают. И каждый на своем месте, если будет следовать нормальным человеческим постулатам, которые были записаны еще много веков тому назад, то я думаю, что может быть мы что-то и сумеем сделать. Но вы знаете, я довольно часто и давно смотрю фильмы зарубежные, так же, как и наши, которыми наводнено наше телевидение. Во всем мире процветает и коррупция в органах власти. Сейчас это особенно хорошо видно, когда идет операция на Донбассе. Полицейские службы, которые помогают наркоторговцам, наркодельцам, бандитам и так далее. И так далее, и так далее. Поэтому мы часть всего мирового этого сообщества. Слава Богу, что мы сейчас от них. А вот Татьяна Николаевна Москалькова, кстати говоря, на экране, с которой мы дружим больше 30 лет. Так сложилось наше судьбом. Один институт заканчивали юридический. И потом они помогали мне в правовом департаменте отстаивать позиции «Динамовские». Я был 17 лет руководителем «Динамо». Мне очень хотелось сохранить собственность «Динамовскую», которую просто начали раздирать после 1991 года. Это уникальное произведение было «Динамо», которое было в 2023 году организовано по приказу Дзержинского. И мне повезло, я за руку здоровался мальчишкой еще с одним из тех семи человек, которые собрались и организовали общественное объединение «Динамо». И собственность огромная. Это 70 предприятий в стране, которые делали все для спорта. Миллион двести тысяч охотничьих угодий в стране. Стадионы, стрельбище. Масса всего того, что помогало нашему человеку становиться здоровым. Начиная от ГТО и кончая физподготовкой в органах и войсках. Поэтому, конечно, когда все рухнуло, то у всех, ну не у всех у меня не проснулось желание прихватизировать, как это было модно тогда. Люди сразу перекрасились. Многие там партийные деятели, хозяйственные. Как оторвать кусок от чего-нибудь. И поэтому я знаком был с этой системой, потому что я 35 лет все-таки отслужил в органах и войсках, в органах безопасности. И мне досталось вот это наследство огромное, которое пытались растащить. И рассказать если в лицах, кто это делал, и как это делалось, то я сегодня, например, радуюсь, что я остался жив. Потому что огромная собственность московского «Динамо». Я председателем был 17 лет. И потом стал руководителем российского «Динамо». Вот по всей стране надо было отстоять это дело. Я указом президента, мне помогли, были люди порядочные, такие, как Николай Николаевич Бордюжа, Евгений Максимович Примаков, Юрий Михайлович Батурин, помощник президента. Они помогали мне отстоять эту собственность. И я создал указом президента общественно-государственное объединение, первое в стране. Надо сказать, что уговорил заместителя министра внутренних дел, к сожалению, почившего очень рано в 60 лет. Латышев был такой заместитель министра, который согласился стать председателем центрального сайта «Динамо» с условием, что я буду первым замом и буду ему помогать, потому что он пришел в спорт, так сказать, мало зная специфику этого дела. И вот мы сумели это сделать. Был один указ президента об создании общественно-государственного объединения, а второй – о защите собственности «Динамо». Иначе бы все растащили просто. Желающих было много. Поэтому я видел, как люди из правоохранительной системы, из безопасности, они вдруг почему-то стали больше с любовью относиться к тем, кто хочет украсть. Поэтому то, что вы мне рассказали, для меня это не новость. — И как же бороться с этим явлением? С ним же как-то надо... — Вы нас не успокоили, когда сказали, что мы являемся частью этого мира, где везде все это процветает. Мы хотим жить в стране, где соблюдается право, где простой человек может добиться какого-то для себя справедливого решения, там, прокуратуры. Я не могу же быть провидцем таким и сказать, что вот завтра все, наступит вот такое время, когда мы... Я еще раз говорю, каждый на своем месте, если будет бороться за правду, то я думаю, что это будет правильно, хорошо, и искореняться будет эта преступная деятельность. Например, вот к нам, я возглавляю общественный совет, уже второй срок, и к нам поступает очень много заявлений, хотелось бы, чтобы их было меньше. Мы их с помощью начальника главка повторно проверяем через руководителя и главка, которые курируют этот вопрос, и встречаемся с этими людьми зачастую. Правда, вот эти два года пандемийных не дали нам возможности лично общаться с людьми на приеме, но во всяком случае мы всегда отвечаем письменно, на все их запросы, и очень часто мы бываем неудовлетворены и еще раз, и повторно приходим к руководству и пытаемся каким-то образом, наша задача такая, все-таки помогать органам внутренних дел, чтобы люди, которые попали в такую ситуацию, добились правды. Леонид Михайлович, как вас найти, имеется в виду, вашу организацию в интернете? Общественный совет ГУВД Московской области или МВД по Московской области, там есть все наши телефоны, все наши адреса, всегда можно написать письмо на мое имя, я его буду рассматривать, переправляю его в главку, руководителю главку, он расписывает, как я уже говорил, своим заместителем по направлениям деятельности, и таким образом мы будем пытаться, так же, как и вы пытаетесь, помогать людям, попавшим в такую ситуацию, когда вроде бы некуда обратиться. Ну вот сейчас я еще раз говорю на экране Татьяны Николаевны Москальковой, я вам скажу, что я просто знаю систему эту правозащитную и с ее приходом, руководителем этого подразделения, ну, вы знаете, там настолько кардинальные изменения, потому что до нее, там, ну, грубо говоря, не хочу оскорблять тех, кто там работал, некоторых уже и в живых-то нет, но они настолько все систематизировали, каждое обращение зафиксировано, за каждым обращением сроки того, что нужно сделать, аппарат, который работает день и ночь, и несмотря на это, вот эти наши западные партнеры, они пытались лишить статуса правозащитной организации Россию. Я вчера присутствовал при ее разговоре с руководителем международной этой правозащитной организации. Говорит, а почему вы не обратились к своему руководителю страны с тем, чтобы прекратилась война на Донбассе? Вы должны были сказать ему, что вот он не прав. А кто так сказал? Руководитель вот этой правозащитной организации мировой. У них все такие представления. Ну, вы знаете, я почему некоторым образом радуюсь, не только потому, что мы должны победить и победим, иначе бы просто невозможно. Я просто радуюсь, что, во-первых, шваль, которая у нас уехала за рубеж, в различных рангах политики, руководители, артисты, нежелательно, чтобы они здесь больше появлялись. Правда? Да не хотелось бы, чтобы простить и забыть вот эта вот какая-то история. То, что сегодня Запад весь проявился как организация, которая вообще не признает никакого права. Ничего. Никакой правозащитной организации там нет, которые бы 8 лет бомбили, убивали русских людей на Донбассе. Да, ни о чем. Не обращал внимания. Как будто ничего не было. Поэтому мы сегодня увидели, что такое Запад, воистину. Ничего святого нет. Никакого права нет. Ничего нет. Право частной собственности отсутствует. Ну, как наши золотовалютные резервы, например, они вдруг стали их собственностью. И так далее, и так далее, и так далее. Я за то, что мы прозрели. Мы находились в некотором неведении. А если вот вообще покопаться в истории, давайте вспомним, как западные страны, ну, цивилизованная Европа, как она стала богатой цивилизованной, ограблением других стран. Они всегда так и жили. Они ничем не занимались, кроме того, что они грабили колонии свои. Совершенно с вами согласен. И это продолжается, но просто уже в более цивилизованном русле, ну, как цивилизованном. То есть можно заблокировать деньги фонд другой страны, в частности, вот наш фонд. Ну, это же не первый раз, я думаю, что не последний. То есть, как так, ну, ведут себя по-бандитски. Поэтому руководство страны приняло такое решение, которое вот многие тяжело воспринимают. Но вы уже правильно сказали, что мы не можем проиграть, потому что если мы проиграем, страна развалится. То есть, как бы, поэтому мы можем только вперед идти. в этом отношении. Только так. По-другому невозможно. Леонид Михайлович, огромное спасибо, что уделили нам время. Обращаюсь к нашим зрителям. Это у нас все-таки председатель общественного совета при ГУВД Московской области. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу правозащитной, работы правозащитных организаций, может быть, непосредственно к Леониду Михайловичу есть какие-то вопросы, обращайтесь либо напрямую в общественный совет, либо через нашу передачу. Нам всегда интересно ваше мнение. И, в общем-то, наверное, друзья, стоит начать объединяться, потому что это единственный способ, когда мы можем поменять нашу жизнь. Огромное спасибо. Вам спасибо большое. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok